Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Двухдневная война с Хамасом закончена, есть разрушения, есть, к сожалению, погибшие, но говорить мы сейчас будем и об этом. Мне очень приятно в это неспокойное время начать рассказывать вам не о войне, не о ракетах, не о системах противовоздушной обороны, а о восьмом международном фестивале фортепьянных дуэтов имени Любови Брук. Этот фестиваль состоится в Нитании, как я уже сказал, в восьмой раз. И руководитель, организатор, вдохновитель и создатель этого фестиваля Леонид Спивак. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень приятно, что мы сегодня будем говорить о музыке, а не о ракетах, как я уже сказал. Итак, восьмой международный фестиваль. Фортепьянных дуэтов. Фортепьянных дуэтов. Восемь лет, и люди приезжают, приезжают из-за границы, фестиваль международный. Как возникла вообще идея такого фестиваля? Во-первых, это не восемь лет. Первый фестиваль прошел в 2005, по-моему, году. То есть это уже 15 лет. И фестиваль не ежегодный, а я делал какие-то двухлетние или трехлетние перерывы, потому что это довольно сложное дело. Ну уж, конечно. Тем более, что это дуэты. Это не один исполнитель приезжает, не три певца, не три пианиста, не четыре пианиста, а три, четыре, пять пар. Это десять человек, которые приезжают за границу. Есть, конечно, наши. Здесь очень интересная ситуация складывается. Хочу отметить, что во всех предыдущих фестивалях семи и в этом восьмом будет принимать участие израильская пара. Прекрасные пианисты Тами Каназава и Юваль Адмони. Кстати, Юваль Адмони, это мой близкий друг, и мы с ним так вот и познакомились, когда делали первый международный фестиваль вообще. Фортепианных дуэтов, там другая тема немножко была, если это интересно, я потом дорасскажу. А вот эта пара участвовала во всех семи фестивалях, и это восьмой. И есть еще одна пара, это сестры-близнецы Вероника и Светлана Айнагулова из Москвы. Они тоже в семи участвовали в фестивалях, и тоже в этом фестивале будут принимать участие. А вот дополнял я эту группу все время разными парами. Это были израильские пары, это были и приезжие исполнители, в частности из Норвегии прекрасная пара была. Были из Украины, очень хорошая пара. К сожалению, сейчас они не могут приехать, я не знаю, какие там у них причины, но они с благодарностью приняли предложение, но они не смогут приехать. И вот вы говорите, что в восемь лет приезжают люди, не в восемь, в пятнадцать лет. Я еще и между этими фестивалями провожу концерты фортепианных, вы же знаете, мы все... Ну да, конечно, мы говорим, регулярно рассказываем о них. Да, и вот в этой серии обязательно один концерт в году посвящен фортепианному дуэту. Так же, как один концерт посвящен джазу, один концерт посвящен вокалу. То есть, чтобы не было однообразия. — Скажите, ну вот все фестивали имеют какую-то, ну, по крайней мере, стараются, позиционируют какую-то фишку, которая их отличает от других фестивалей. Фестиваль памяти Любови Бру. Во-первых, кто такая Любовь Бру? — Да. Вопрос очень неожиданный. Я думаю, что... — Немножко нахальный. — Нет, он не нахальный. Дело в том, что... И моего возраста, конечно, великолепно помнят. Просто это одна из ярчайших страниц истории, в истории культуры Советского Союза. Это фортепианный дуэт гроссмейстера Марка Тайманова и Любови Брук. — Того самого Тайманова? — Да, это тот Тайманов, который получил право потом играть с Фишером, который играл с Фишером. Это длинная история, мы не будем о ней рассказывать, хотя это очень интересно. Это был совершенно изумительный человек, талантливый, одаренный, чемпион Советского Союза по шахматам. Он окончил консерваторию вместе с Любой в один год у одного и того же профессора, Самареича Савшинского. И вообще их отношения еще завязались в детстве, в юношестве где-то, 12-13 лет. И они начали играть в четыре руки, потом два рояля, потом они поженились, потом родился сын. Потом этот дуэт завоевал такую популярность, такую известность, что их приезд в любой город Советского Союза, даже в самые провинциальные, они не брезгивали приехать и в небольшие города. Но я вот потом проехал по некоторым их маршрутам, с Любой Брук я играл потом, тоже расскажу. Их так ждали, с таким нетерпением. Вообще в Советском Союзе этот жанр музыки был довольно-таки популярным. Достаточно назвать такие фамилии, как братья Готлибы из Москвы, Сестры Туркины, это Елена Сорокина и Александр Бахчев, это профессора Московской консерватории. Короче говоря, это был очень известный такой популярный жанр и очень востребованный. Насколько это востребовано, могу вам сказать, особенно их ансамбль, что вот уже когда Любочка ушла из жизни, Марк был уже очень в глубокой старости, он ушел из жизни только два года назад, граммофонная фирма, немецкая фирма Граммофон, выпустила серию стадисков, великие пианисты 20 века. Так вот, 63-ю строчку занимает фортепиано-дуэтка Брука Тайманов. Я когда об этом узнал, я понимаю, что это заслуженно, потому что оба они были на уровне великолепных, таких блестящих талантов, светлых талантов, оба светлые люди. Любочка, она не имела даже звания заслуженного артиста. Потом уже, когда произошли большие изменения в политическом и экономическом устройстве России, она получила звание заслуженного деятеля искусства. Но это уже когда? Это уже на исходе жизни буквально. А вообще это был такой музыкантища, она. То есть она была сильнее, чем... Здесь нельзя сравнивать, в ансамбле нет сильных и слабых. Там они один другого дополняют. Это, знаете, как вот рукопожатие, которое невозможно разнять. Вот это что-то... Это единый организм, понимаете? А они выступали по отдельности тоже или только дуэтом? Нет, только дуэтом. Только дуэтом. Причем дуэт был... И за границу ездили. Не очень много, но они... Но их не очень пускали. Нет, но Марк же ездил на многие турниры. И в общем... То есть там рассказывать всю подноготную этой жизни очень проблематично. Те, кто вот моего возраста и жили с нами в Союзе, в Ленинграде, в эти годы, они все знают. Это... Не знать об этих людях просто было неприлично. Но не на уровне сплетен. Были роскошные статьи о них. Это не хвалебные статьи. Это были статьи гордости, какого-то счастья, что это живет вместе с нами в одно и то же время. И вот так случилось, что в 1971, по-моему, году семья Таймановых распадается. Люба остается одна. У Марка есть дело. Он гроссмейстер. Он продолжает играть, выезжать и прочее, прочее. Люба остается одна. Она без музыки. Это все равно, что рыба без воды. Все равно, что человек без воздуха. А я в это время, как... И вот в 1971 году я поехал отдыхать на Рижское взморе, и там оказалась Любочка. Мы с ней не были знакомы лично. Потому что для меня это... Имена Брук и Тайманов были просто вершиной такого, ну, как сказать, творческого богополучия. Вершиной мастерства пианистического. И меня с ней знакомит родная сестра, младшая родная сестра Марка Тайманова. Ироч, я с ней учился в консерватории вместе. Она мне рассказывает, что вот такая произошла трагедия в жизни Любы. И говорит, Леня, ты можешь помочь? Я говорю, а чем я могу помочь? Ты понимаешь... Не имелось в виду жениться на ней? Нет. Мы же не знакомы, о чем вы говорите. Но это не важно. Значит, вопрос-то я о том, не могу ли я помочь найти пианиста, который бы с ней мог составить ансамбль. Я говорю, как я могу? Он говорит, конечно, не могу. У нее нет шансов найти равного партнера. Она говорит, ты прав. А что делать? Я говорю, я не знаю. В общем, нас знакомит. Она очень приветливый человек. При всем ее положении она была абсолютно... Ну, как сказать... Она не давала повода об этом говорить. Она не хотела ни себя травмировать, ни собеседника ставить в неловкое положение. Вообще изысканно воспитанная женщина, то есть с потрясающим взглядом на жизнь. Все время хочется сравнить с современными звездами, которые любой чих, любой там отца сразу раздувают. Нет, это, конечно, такие люди рождаются нечасто. Это, вот знаете, когда-то там же в Союзе, я думаю, что вы помните, был такой клоун Попов. Олег Попов, конечно. Олег Попов. Кто же его не знает? Как его называли? Солнечный клоун. Так вот я могу сказать, что Люба – это солнечный человек. Просто солнечный. Я уже не говорю о том, каким педагогом она была, а преподавала она всего лишь в музыкальном училище имени Мусоргского. Не в консерватории. Но это все равно. Но на ее уроки попасть было трудно, потому что не было мест в классе, чтобы посидеть. Я сделал, потом, когда мы уже познакомились, начали играть, я сделал какие-то записи ее уроков. Но, видимо, в процессе переезда это четыре тетради, довольно убористым почерком я писал, они куда-то исчезли. Но из головы-то это не уходит. Не уходит. До такой степени, что вот прошло уже почти полвека, как мы играли, я до сих пор все помню. Это не уходит. То есть вы стали с ней играть до этого? Да. Значит, это просто почти как анекдот. Я предлагал ей фамилии тех молодых пианистов, которых я знал. Она говорит, это моя уже предлагала, этот не хочет, этот не может. И вдруг она говорит, слушай, а ты сам-то играешь? Я говорю, играю. Немножко, да? Да. Я говорю, играю. Так давай попробуем с тобой. Это было так неожиданно, что я не знал, что ответить. Я говорю, а как? Она говорит, у тебя ноты какие-то есть дома для двух роялей? У меня великолепная библиотека была, и сейчас еще езжать. Я много перевез. Да, я говорю, я посмотрю. И вот она, из того, что я перечислил, что у меня есть, она говорит, возьми Ронда Шопена и давай попробуем, я тебе дам 4 дня. Хватит тебе, чтобы так... Потренироваться. Да, чтобы прочитать текст, ты же никогда не играл. А я аргументировал только чем, что я не играл никогда ни с кем в ансамбле. Ну, на первом курсе консерватории я играл со своей троюродной сестрой, у Тамары Фидлер был, у нас курс фортепиано-ансамбля. Но я ничего не помнил. Это совершенно другое. Я был настроен на совершенно другую деятельность. То есть, правильно я понимаю, что выступление индивидуальное и выступление в паре, это совершенно разное... Абсолютно. Это примерно как вот на коньках. Одиночки и пары. Причем там... Вы знаете, я не хотел делать это сравнение, хотя оно у меня, естественно, вертилось. Но я посчитал это немножко кощунственно. Нет, это не кощунственно. Только в этом виде творчества спортивного есть еще какая-то разница. Там есть дуэтные спортивные пары, а есть дуэтные танцевальные пары. Здесь просто фортепиано-ансамбля. Тоже есть свои условности. Можно играть 4 руки на одном рояле, можно играть 4 руки на 2 роялях. То есть, понимаете, каждая профессия создает максимальные условия, чтобы извлечь все из человеческой натуры. Одно дело ты играешь в соло, но совершенно другое дело, что ты играешь на рояле в 4 руки. И совсем другое дело, то что ты играешь на 2 роялях в 4 руки. Люба предпочитала концертный такой вид на двух роялях. Она считала, что это очень торжественный вид, а самое главное, что это один из тех видов фортепианной деятельности, который, в общем-то, можно, ну, с натяжкой какой-то, но при большом желании сравнивать с симфоническим оркестром. Один рояль плюс один рояль – это не два рояля. Это уже оркестр. А это уже оркестр. Столько тембров, столько красок, столько возможностей. Во-первых, вся полифония, может быть, слышна. Это потрясающе. И, кстати, для двух фортепиано писало очень много композиторов, начиная от великого Баха. Так вот, сейчас я попробую вам ответить на ваш первый вопрос. Когда это началось? А началось это тогда, когда я сюда приехал в 91-м году. Я сделал, совершенно не зная ситуации, не разговаривая на иврите, там на Тане открылся новый зал. Быхтю Ханан, и я договорился, чтобы там сделали концерт Елене Сорокиной и Александру Бахкину. Это тоже семейная пара. Она была проректором Московской консерватории, наверное, лет 20, не меньше. Профессор, доктор наук. Они приехали сюда, она как раз выехала, получила тогда, издали ее книгу, ее докторскую диссертацию, фортепианный дуэт. Вот я ее купил здесь, она приехала и мне ее написала. Короче говоря, совершенно не зная ситуацию, как, где, как билеты покупать, продавать, как это все оплачивается, не зная языка, я все-таки, имея дело, кстати, с израильтянами, они очень поверили, что это что-то интересное. И вот я им сделал концерт. То есть вынесли, как бы, культуру туземцам, да? Они не туземцы, они просто не знали этого. Ну, не дошло сюда, это все-таки Ближний Восток. Это не Варшава, это не Брюссель, не Стокгольм, и даже не Хельсинки. Знаете, расстояние, оно играет свою роль. Кстати, в Израиле уже в те годы был потрясающий фортепианный дуэт Брах Эйден и Алекс Томир. Они играли вместе 53 года, они еще знали Стравинского. Стравинский им посвятил переложение для двух фортепианий своего произведения «Весна священная». И этот дуэт был один из самых лучших в мире. Конечно, они были знакомы с Любой и с Марком. Я не знаю, насколько близко и тесно, но они знали о существовании такого дуэта. И вот, когда я приехал сюда, меня повезли в Иерусалим, Алекс Томир и Брах Эйден. И сказали, что я играл с Любой Брук после того, как тот дуэт распался. Меня принимали так, как будто действительно очень... То есть тень ее славы? Да, да, это не могло иначе быть. Вот люди очень, кстати, европейские, это люди мира. И вот так же, как Брах Эйден и Алекс Томир, это была визитная карточка израильского классического искусства. Точно так же Брук и Тайманов несли, так сказать, флаг России и Советского Союза. Я сделал этот концерт. Потом начались просто уже надо было иврит учить, надо было устраивать как-то жизнь. Я продолжал сам заниматься и играть, но один. Вот, потому что здесь у меня не было двух роялей. Вообще шансов найти. Партнеров можно было найти, наверное, так сказать, искать с большой настойчивостью. Но не получилось. И вот с помощью названного ранее Ювали Адмони, с которым мы очень подружились, мы решили сделать международный фестиваль. Поехали к Алексу Томиру, я их познакомил, потому что Адмони тогда был совсем начинающий... Нет, он был уже пианист, окончивший академию. Кстати, у Виктора Деревянко. Он уже играл с Тамика на Зава, он уже с ней получил несколько первых премий на международных конкурсах. Но с Алексом Томиром он не был знаком. Вот мы приехали в Иерусалим к Алексу Томиру, рассказали идею. Ему очень понравилась эта идея, и мы стали составлять программу. Концерт этот состоялся в 2003 году. В зале новоизраильской оперы, и вы знаете, в этом концерте прозвучали 6 концертов Баха для двух, трех и четырех роялей с оркестром. Это был потрясающий вечер. Его продюсером был израильтянин Дуду Жоржавский. Человек удивительно теплый, тонкий, но он не из этого мира. Он не знал, классическая музыка это была не его область деятельности. Он больше работал с популярной музыкой. Но он организовал блестяще, но поскольку не было, так сказать, у него знаний... А зрители-то зрители были? Битком! Битком в Тель-Авиве мы играли в опере, было битком. Ну там как, они отделяют яруса, делают зал только портер и балетаж, по-моему, на 1100 человек. Ни одного места не было. Да что? Ни одного места не было. И это привело меня к мысли, а не сделает ли мне фестиваль памяти Любовича Брук. Потому что все, что я играл и все, что я, когда я агитировал и рассказывал, я всегда ссылался на нее. Это был человек потрясающих знаний этого жанра. Музыкантище, пианистище, то есть это все с суффиксом «ща». То есть невероятно. Это глыба музыкальная. И вот в 2005 году я делаю первый международный фестиваль в Натании. Они все в Натании проходят, да? Да. Да, но этот фестиваль будет проходить только в Натании. И для двух дуэтов я делаю по сольному концерту, по просьбе определенных залов. У меня просто нет уже сил, так сказать, ездить по странице с этими фестивалями. Дело в том, что в то время не было такого засилия гастролеров и такого обилия гастролеров, как сейчас. Кроме того, в Израиле уже выросло целое поколение за это время музыкантов, гастролеров. То есть я не один этим занимаюсь, в принципе. Да, конечно, фестивалей много. Вот. И, понимаете, есть разные фестивали. Есть фестивали, которые проходят на одной площадке. В этом случае на эту площадку каждый день приходят новые исполнители. Это обычно театральные фестивали. Сегодня один театр, завтра второй театр. То есть есть какая-то такая возможность сравнить постановки. А есть фестивали, которые один, одна программа и едет по разным городам. Я хотел сделать именно второй вариант, чтобы у меня были исполнители, чтобы я с этими исполнителями сделал главную программу и потом в трёх-четырёх городах ещё эту программу прокатил. Так это и было с самого начала. Но сейчас уже, то ли я поздно спохватился, по-моему, больше, чем за полгода, уже все залы были забиты. Масса спектаклей, масса... Но я смеюсь всё-таки предположить, а меня поправьте, что залы были забиты не фортепьянными дуэтами. Я об этом вообще не говорю. Нет. Вообще камерная музыка, она очень почитаема и любима в Израиле. Но не настолько. Но никто этим так не занимается, как этим занимали в Советском Союзе и даже сейчас занимается. Леонид, ну давайте вернёмся к фестивалю, наше время подходит к концу. Когда он будет? На каких площадках? Могу рассказать, что фестиваль будет у меня в Натане, в зале Школь Паэс, 18 мая. И вот надо запомнить, что начало в 20 часов 30 минут. Почему я даже стал заикаться по этому вопросу, что обычно у меня концерты начинаются в 20 часов. Но тут Матсей Шаббат, поздний. Это почти день равноденствия. Поэтому мне дали разрешение начать не раньше, чем половина. То есть это один день будет? Фестиваль длится один день? Один день. Один вечер. Он начнётся в полдевятого и закончится где-то к 11 часам. В фестивале принимают участие 4 пары. Кроме Ювали Адмони и Тами Конозава, сёстры-близнецы Айна Гулова из Москвы. Да, да. И ещё будет пара из Литвы. Два слова можно сказать? Ну буквально два слова. Это правнук Чурлёниса. А, того самого Чурлёниса? Да, из Литвы. И его жена с очень странным именем. Санната. Санната Зубовене. Фамилия Анна Зубовене, он Зубовас. Вот это интересно. Они впервые приезжают. По моему приглашению. И это будет интересное выступление. Но играть они будут Чурлёнис? Нет. Чурлёнис, они играют одну пьесу. А играть ещё они будут Гершина, кубинскую вертюру. Ну в общем, я стараюсь так, чтобы, во-первых, есть тема фестиваля. Симфонические произведения и их транскрипции для двух фортепиано. Они будут играть то, что здесь никогда не играли. Это Чурлёнис, поэма «Симфоническая в лесу» и кубинская вертюра. Из Нижнего Новгорода будут играть Наталья Гиннес и Евгений Брахман. Они будут играть симфоническую сииту Равеля Лавальс. И четыре пьесы из балета Прокофьева «Золушка». Это ещё не играли у нас. Очень интересно будет. Понимаете, эти фестивали дают возможность не только новых вывести исполнителей на сцену, но и по-новому услышать тот невероятно богатый багаж. То есть за один вечер увидеть и услышать то, чего, в общем-то, увидеть и услышать невозможно не только за один вечер, за месяц, за два, за три. Да, это невозможно. То есть такие люди и такие исполнители со всем своим миром. Дело в том, что фортепиано и дуэт, как и любой жанр, имеет свои особенности. И, конечно, молодые дуэты все начинают с того, что является классикой, базисом, основой. Это фортепиано и сииты для двух фортепианов Рахманинова. Это фортепиано для двух роялей сииты Оренского. И там Моцарта, соната Моцарта и так далее, и так далее. Значит, если вы сегодня пригласите какую-то молодую пару, то с очень большим трудом вы услышите, что они играют такую музыку, которую никто не играл раньше. То есть сначала они должны освоить вот этот базис, вот эту базу, на которой можно строить потом уже новый репертуар. Понимаете? И это довольно большая проблема. Да, это проблема, но вы, судя по всему, эту проблему помогаете решать. Спасибо большое, спасибо, Леонид. И так напоминаю, 16... Нет, 18... А, простите, 18 мая, 20 часов 30 минут. Не перепутайте. Нитания, зал и школа поэзии. Спасибо, Леонид. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.